шалом обряд о котором мы говорим сегодня в разных общинных и деноминациях называется по-разному одни называют его вечеря господня пользуясь современным русским языком нужно было бы конечно сказать ужин господа но название вполне библейское в конце концов еще учредил этот обряд во время своего последнего ужина с учениками так называемой тайной вечери другое название это хлебопреломления или если одно слово превратить в два то преломление хлеба происхождение тоже понятно еще учредил обряд преломляя пресный то есть бездрожжевой пасхальный хлеб или мацу если пользоваться словами более привычными еврейскому уху так что это название хлебопреломления говорит о действии который он совершил и которые совершаем мы в деяниях апостола кстати мы читаем что преломление хлеба совершал с ранними учениками и шо достаточно часто и регулярно они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах то есть хлебопреломления было одной из четырех главных составляющих их духовной жизни наряду с молитвой общением и учением и над этим фактом мне кажется стоит задуматься особенно если мы участвуем хлебопреломления редко или вообще не придаем ему особого значения ну и еще одно название причастием тоже название библейское поскольку указывает на один из важных результатов совершения этого обряда возможно даже на самый важный результат первом послании каримской общине павел пишет что хлеб и вино приобщают нас то сделают нас сопричастными к телу и крови и шо чаша благословения которую благословляем не есть ли при общении крови христовой хлеб который преломляем не если при общении тело христово что же собственно это значит речь идет о духовном единении верующих с еще как мы уже говорили в прошлый раз описать это духовное мнение какими-то конкретными терминами вероятно невозможно и наверное поэтому некоторые верующие употребляют слова таинства говоря о хлебопреломлении или причастие тем не менее для павла вот это при общении или духовное единение который по-гречески назывался в тексте к и на нее она была для него таким же реальным как и духовное единение с бесами того кто участвовал в языческом обряде идолопоклонство совершая жертвоприношения в евангельских церквях хлебопреломления обычно понимается как акт воспоминания главным образом воспоминания о смерти еще в конце концов действительно учреждая этот обряд он сам сказал делайте так в память обо мне или как в синодальном переводе делать это воспоминание обо мне но что такое воспоминание что значит вспомнить привычным нам смысла этого слова это мысленно перенестись в прошлое восстановить в разуме картины тех событий и когда мы делаем это мы понимаем что реальные события позади нас все что у нас есть сейчас это память об этих событиях они так сказать в кавычках живы лишь в нашей памяти однако павел пишет о хлебопреломлении не только как о некоем умственном упражнении которые мы можем назвать воспоминанием и даже не только как о провозглашении смерти еще его пришествие он говорит так всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господню возвещаете да коли он придет то есть тут мы видим и прошлое его смерть и будущее его пришествие он также пишет о приобщении как о духовном единении живыми шо с его телом и кровью сейчас почему он это делает и что это означает для нас с вами это означает что хлебопреломления является на самом деле чем-то очень важным приобщение к телу и крови еще это приобщение к нему самому к его собственной жизни то что тело и кровь это то что представляем за собой это наша жизнь а а это в свою очередь означает что жизнь еще передается мне не только через молитву не только через чтение писания не только через возложение рук какого-то особенного помазанника божьего но и таким простым и приземленным способом как принятие хлеба и вина сферы кстати лишились мы с вами жизни божьей в дм тем же самым простым способом съев запретный плод а если еще допустить что мое спасение не просто совершилось однажды в тот день далекий или не очень далекий когда я впервые попросил еще у меня простить стать моим господом войти в мое сердце но если допустить что мое спасение продолжает совершаться всякий раз когда я принимаю в себя его жизнь что суть спасения это принятие в себя жизни и шо то тогда выходит что участие в хлебопреломлении это важная часть моего спасения это первое второе хлебопреломлении было задумано как то что совершается в собрании верующих они каждым из нас самостоятельно у себя на кухне там в ниночку или вместе с супругом с мужем или женой даже если этот кухонный вариант не возбраняется в новом завете о нем ничего не говорится павел пишет поскольку хлеб это один то все мы хотя нас и много становимся одним телом потому что делим на всех один и тот же хлеб все мы нас много становимся мы становимся одним телом мы община то же самое мы можем увидеть с вами в деяниях что они вместе собирались и преломляли хлеб по домам вместе никогда не просто каждый своим домом но несколько семей очевидно было вместе участвовал в этом но и конечно же само собой еще когда он учреждал этот обряд мы с вами прекрасно знаем что он не не в одиночестве преломлял хлеб и не на пару с любимым учеником а в обществе своих 12 ближайших учеников 12 апостолов ну и последнее о том как приобщение о котором говорит павел связано с воспоминанием о смерти и шо потому что павел действительно говорит тоже о вспоминании то о том о чем еще изначально сказал когда он сказал делать это воспоминание обо мне однако павел также говорит и о приобщении и вопрос как эти две вещи связаны книга исход 13 глава она регламентирует празднование песоха так же как и 12 тоже и в 13 главе есть такой стих когда господь повелевает израиль есть пресный хлеб он потом говорит объявив тот день сыну твоему говоря это ради того что господь сделал со мною когда я вышел из египта на основании этого стихатора еврейские мудрецы постановили что каждый человек празднующий песох должен ощущать что это он вышел из египта соответственно в пасхальная годе есть часть которая называется аллах мания по первым словам аравейской фразы соответствующей который в переводе на русский язык означает хлеб бедности и звучит она так вот хлеб бедности который ели отцы наши в земле египетской это говорят рассказывая о евреев об исходе и простить евреев из египта в ту самую ночь и имеет виду конечно же мацу который лежит на столе на пасхальном причем что говорят не говорят что вот этот хлеб этом отца она символизирует тот хлеб который ели наши отцы в ночь исхода нет говорят это хлеб бедности который ели отцы наши почему так говорят а для того чтобы ты который берешь этот хлеб который смотришь на него чтобы ты почувствовал что это и ты вышел из египта чтобы как заповедует тора ты потом мог сказать своему сыну это ради того что господь сделал со мною когда я вышел из египта таким образом для евреев вспомнить об исходе это не просто поглядеть на картинки в книжке и не просто там восстановить это эти картинки в памяти умственным усилием вспомнить значит пережить самому и поэтому когда еще учреждая хлебопреломления говорит это тело моё и это кровь моя что же он имеет ввиду он во первых не имеет ввиду что мы будем есть этот хлеб и пить это вино думая что едим его физическое тело и пьем его собственную физическую кровь такое буквальное понимание этих слов исключается во первых категорическим запретом торы на употребление в пищу какой бы то ни было крови уж тем более человеческой и во вторых отсутствием в новом завете каких бы то ни было а намеков на то что этот запрет после смерти еще упразднен отменен и поэтому чтобы эти его фразы это тело мое это кровь моя имели для нас какой-то реальный смысл их читать вероятно нужно делая смысловой акцент на слово это так же как в этой фразе про хлеб бедности это есть тело моё это кровь моя то есть тем самым он как бы по моему разумению говорит примерно следующее я принес жертву себя свои тела и свою и кровь ты принеси в жертву хлеб и вино и прими их стоя у подножья моего креста простить за столь христианское клише но я уж и потреблю его как-нибудь суть не в том что это клише а суть в действии которые мы делаем и в том что сделал он примете хлеб и вино видя себя рядом со мной рядом со мной в тот момент когда я совершаю это жертвоприношение ты был там со мной как ты был со своими отцами в египте в их лоне вспоминай эту жертву как ты вспоминаешь исход и в поклонении становись сопричастным мне вот то что я хотел сказать вам на эту тему спасибо шалом и и и